Собак Собака Собак Домашним собакам нужны физические упражнения, так же как и людям, поэтому прогулки с собаками безусловно очень полезны как для собак, так и для владельцев. Кстати, нужно упомянуть сегодня о профессиональных выгульщиках собак. К сожалению, в жизни иногда возникают ситуации, когда хозяин собаки попадает в больницу, уезжает отдыхать или долго работает. На некоторый промежуток времени у него нет возможности ухаживать за животными, в том числе и совершать с ними прогулки. Таким образом, появляется на горизонте профессиональный выгульщик собак. Безусловно, для выгула собак необходима физическая выносливость, хотя для настоящего собачника потратить несколько часов на прогулки при любой погоде будет достаточно легко. Итак, убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и обувь для прогулки, возьмите мобильный телефон, на всякий случай бутылку воды и отправляйтесь со своим четвероногим другом в путешествие по ближайшему парку или просто по улице. Существует большое количество пород собак. Мы предлагаем вам познакомиться с некоторыми из них. Может быть, вы тоже захотите взять домой преданного друга? Известный сторож и верный компаньон человека Бульмастив открывает рейтинг самых преданных пород собак. Стоит отметить, что ласковый и нежный к своему хозяину, пес может настороженно относиться к незнакомцам. Самостоятельная порода зародилась в 1924 году в Великобритании. Изначально это были незаменимые помощники охотников, способные найти и задержать добычу. Сильные и крепкие животные сохранили в себе черты предков – бульдогов и мастивов. Стандарты прописывают им рост в холке до 69 см и вес до 59 кг. Во внешнем облике отмечаются массивная черепная коробка, крепкие зубы и широко расставленные глаза. Уши расположены высоко, шея мускулистая, как и тело. Питомец обладает собственным мнением по любому поводу и считается довольно упрямым. Однако, открытому противостоянию любимец предпочитает партнерские отношения с владельцем. К тому же он отлично ладит с детьми и другими питомцами. Сторожевые собаки прекрасно адаптируются к жизни в квартире. Второе название служебной породы – американский питбультерьер. Своим появлением питомцы обязаны далеким предкам – английским бульдогам и терьерам. Страной происхождения вида считается США. В этих псах с лекционером удалось успешно сочетать бесстрашие, феноменальную скорость, а также атлетизм. Компактные размеры, гладкая шерстка, отсутствие излишнего слюноотделения делает содержание в квартире брутальных любимцев необременительным. Ласковый и нежный, зверь хорошо ладит с любыми членами семьи. Он настолько предан своему хозяину, что без раздумий отдаст за него жизнь. Пожалуй, именно питбуль – идеальный телохранитель. Крупные питомцы с шерсткой красно-белого оттенка считаются отличными спасателями в силу особенностей своего характера. Стремление всячески угождать хозяину и дружелюбный нрав делают их обучение и содержание в домашних условиях практически беспроблемным. Для семей с маленькими детьми хвататый воспитатель – просто находка. Симбернары были выведены в швейцарских Альпах в середине 17 века. Их предками считаются тибетские доги. Животные с толстой шкурой прекрасно ориентировались в горах и без труда находили людей под снежными завалами. Стоит отметить, что миролюбимые питомцы отличаются ласковым отношением к любому члену семьи. К тому же плюшевые создания не создают лишнего шума в силу спокойного нрава. При небольших размерах забавным питомцам присуща яркая индивидуальность, сильный характер, невероятная смелость, а также высокий уровень интеллекта. Считается, что самостоятельная разновидность появилась в 16 веке. Предками современных особей были немецкие коротконогие бунчьи собаки. От последних таксы унаследовали небольшие конечности. Это помогло крохам без труда маневрировать в узких норах. Таким образом, хвостатые успешно справлялись с набегами барсуков на сельскохозяйственные угодья. Лай таксы, на удивление, мощны и громки. Эти собаки обладают не только сильным характером, но и обостренным чувством собственного достоинства. Эти крепко сложенные псы достигают высоту не более 63 см. Сложно представить, но ранее их разводили для собачьих боев и травли быков. Имея короткую жесткую шерстку, питомец избавит своих хозяев от хлопот по уходу. Боксеров не надо часто мыть, достаточно протирать влажной тряпкой или губкой. Они вообще не любят воду и даже не умеют плавать. Особое внимание нужно уделять уходу за глазами. Из-за нависающего века кожа склонна к раздражению, поэтому требует регулярного протирания. Характер псов спокойный и уравновешенный. Боксеры очень умны и легко поддаются дрессировке. Добрые и любвеобильные, они сильно привязываются к своему хозяину. Тяжело переживают разлуку и одиночество. Легко уживаются с другими питомцами и отлично ладят с детьми. А еще они очень энергичны и любят активные прогулки. Статный, мощный, сильный пес изначально разводился для выполнения охранных функций. Поэтому защитник из него замечательный. Благодаря своему уму собака прекрасно напоминает команды, а имея высокий интеллект, способна сама принимать решения. Однако порода очень упряма, и при дрессировке хозяину придется быть максимально настойчивым, чтобы добиться результата. Ротвейлеры – одна из самых преданных пород с крепкими нервами и добрым характером. Пес станет отличным верным другом, но и вы должны ответить ему взаимностью. А главное – правильно воспитать, ведь из-за своего сильного и независимого характера плохо обученный пес может доставить немало хлопот. Среди этой породы встречаются как гладкошерстные, так и длинношерстные особи. У вторых есть интересная особенность. Шерсть на лапках, хвосте и ушах длиннее, чем на остальном теле. От этого пес выглядит очень мило и забавно. Эти крохотули совершенно не агрессивны, дружелюбны, способны к обучению и переполнены энергией. Перед большими породами у той терьера есть огромное преимущество. Его легко можно взять с собой в путешествие, подобрав для перевозки подходящую корзину. Несмотря на свой добродушный характер, этот малыш может облаять прохожих или попортить мебель. Поэтому не стоит пренебегать дрессировками, ведь хорошее воспитание еще никому не вредило. К тому же у этой породы не рекомендуется использовать поводок, дабы не нанести вред позвоночнику, а прогулки собаке необходимы. Слишком баловать своего питомца тоже не стоит, иначе пес будет позволять себе много лишнего. Умная, храбрая и отважная. Эта собака – отличный охотник, сторож и надежный друг. Несмотря на энергичность и игривость, лайки спокойные, но очень подвижные. Они прекрасно обучаются и при этом проявляют самостоятельность. Душная малогабаритная квартира – не самое лучшее место для проживания. Ксу больше подойдет вольная жизнь на природе с местом для ночлега в будке или просторном вольере. Представленная порода неприхотлива к еде, легко переживает морозы благодаря своей выносливости и густой шерстке. Особенно во уходы собака не требует, только тщательное вычесывание в период линьки. Отличает лайку сильная привязанность и любовь к своему хозяину из-за врожденного чувства стаи. Порода может похвастаться богатой пушистой шерстью, хорошей памятью, отличным дюхом, неиссякаемой энергичностью. Очень общительная и подвижная, но в то же время спокойная, любит внимание и детей. Легко поддается дрессировке благодаря внимательности и уму. Несмотря на сравнительно небольшие габариты и милейшую пушистую внешность, из собаки нельзя делать игрушку, она нуждается в регулярных длительных прогулках. Исполнять любые прихоти пса, ровно как и оставлять его надолго в одиночестве, нежелательно. Здесь важна золотая середина. Хоть из этого пса совершенно никудышный охранник, друг он замечательный и послужный. А квартира для него – идеальное условие проживания. Это немецкая порода средних размеров с мускулистым и крепким телосложением. Шерсть короткая и мягкая, а уши забавно вздернуты вверх. Доберманы – верные преданные псы, умные, добрые, выносливые и быстрые. Несмотря на свое добродушие, они отличные защитники для своего хозяина и прекрасные сторожа. Всегда бдительны и наблюдательны. Щенячьего возраста нужно особенно внимательно уделять дрессировке своего питомца внимания. А взрослую особь выгуливать лучше всего на поводке. Несмотря на ум и высокую обучаемость, воспитывать добермана – дело непростое. Этой собаке нужен сильный и твердый лидер, иначе с упрямством пса справиться не получится. А он может выйти из-под контроля. В нижней собака напоминает шелти, но габаритами она значительно крупнее. Если шелти – очень энергичный и подвижный пес, то Коля эмоционально сдержанна и спокойна. Шотландская овчарка отличается умом, добротой и преданностью, прекрасно ладит с детьми, чуть как к настроению своего хозяина, легко подстраивается под его образ жизни. Все эти качества приводят к тому, что разлука со своим кормильцем переживать с псом очень тяжело. Заводя Коли, нужно быть готовым к постоянным прогулкам. Неторопливым и размеренным, или интенсивным, или активным – значения не имеет. С этой дружелюбной породой можно смело заводить других питомцев. Она прекрасно уживается даже с кошками. Милейшие создания, внешне похожие на плюшевую игрушку. Собаки этой породы отличаются умом и прекрасной памятью, поэтому не стоит обижать этого милого зверька. Они смелые, выносливые, хитрые и упрямые. Поддаются дрессировке, но хозяину питомца нужно запастись терпением в процессе обучения своего любимца. Несмотря на очаровательную плюшевость, пес не сможет ужиться с другими собаками. К другим питомцам ему нужно приучать щенячьего возраста, так как одиночество и личное пространство ему больше по душе. Изначально эта порода выводилась целью охраны, поэтому заводя японца, вы получаете не только хорошего друга, но и защитника. Необходимый ритуал для Акинаину – ежедневные прогулки. Это крепкий, мощный пес, который не годится в охраннике, но покорит своим добродушием, веселым, покладистым характером и общительностью абсолютно любого. Он легко уживается с другими животными, отлично ладит с детьми, с удовольствием будет с ними играть. Лабрадорам не свойственна агрессия. Они спокойны, послушны и редко лают. Лабрадоры любят поесть. Даже если они не голодны, могут ходить за хозяином и выпрасывать вкусняшку. Даже тот, кто не разбирается в собаках, точно знает, как выглядит немецкая овчарка, поскольку порода является очень распространенной. А сколько снято сериалов с ней в главной роли? Комиссар Рекс, Возвращение Мухтара, Пес. Основная задача у этих животных – служить человеку. Дома или на послу – не имеет значения. Они умны, верны, послушны, энергичны, не проявляют агрессии и всегда встают на защиту своего хозяина. Веселые и преданные овчарки легко уживаются с другими питомцами, любят детей. Но дисциплинированность пса нужно взращивать. Дрессировка – обязательный этап становления послушной собаки. Постоянные физические нагрузки и длительные ежедневные прогулки также необходимы для здоровья питомца. Прогулка с собакой может быть невероятно расслабляющей и успокаивающей, особенно если вы ведете очень занятую работой жизни. В ритме города иногда стоит и остановиться и посмотреть на братьев наших меньших. Остановиться и получить немного обычной простой радости от запаха цветов, легкой физической нагрузки, мгновения ветра или яркого солнца. Эти простые и яркие моменты делают праздник выгула собак таким уникальным и замечательным. Если у вас еще нет своей собаки, возьмите у друзей и попробуйте погулять с ней. Побалуйте себя и пушистого хвостика. Субтитры создавал DimaTorzok